Приветствую вас, я бы сказал, что, чтобы поверить в свои навыки, да, и знания, не нужно каких-то, вы знаете, прям, супер действий, достаточно просто проверить, проверить, проверять свои навыки, да, использовать их, получать обратную связь от того, что вы делаете, получать какой-то результат, и всё, по сути дела, это всё, то есть, больше вам делать ничего не надо, то есть, вот вам нужно только всего-навсего, вот, получать обратную связь от того, что вы делаете, и всё. Потому что, если, понимаете, да, если обратной связи нет, если навык не проверяется, если навык не используется, вот, то и поверить не получится. Потому что, ну, а как? Да, как можно поверить, если не делать что-то? Поэтому, я думаю, что это самый лучший способ. Ага, как бы, как бы, тут даже история какая, что верить, вот, именно верить, именно верить в свои навыки и силы, да, не стоит. Потому что, потому что, ну, что значит верить, да, вера, вера, это то, что нужно, когда это невозможно, невозможно до конца проверить, невозможно до конца понять, вот. Когда же дело касается таких аспектов, как, значит, навыков профессиональных, вот, то я думаю, что в этом случае прямо необходимо делать что-то необходимо. заниматься чем-то, да, необходимо проверять, как-то, значит, вот, свои навыки. Вот, и, соответственно, только так вы сможете для себя что-то открыть. Да, вы будете ошибаться, скорее всего, да, вы будете делать какие-то ошибки, да, вы будете поступать как-то неправильно, да, это всё действительно будет, но, по крайней мере, на ошибках вы, то есть, как бы, ну, ошибаясь, да, вы сможете как раз-таки понять, что именно вы делаете не так, и это, это позволит вам научиться, позволит вам делать то, что, ну, ну, то, что нужно, то, что нужно именно вам. Немаловажно, немаловажно, немаловажно. И так далее. Вот. То есть, почему вы так считаете? Почему вы так решили? Вот. На мой взгляд, это тоже очень важная история, очень важная история для того, чтобы стать более уверенными в себе. Вот. Значит, что ещё важно? Что ещё важно? Ещё важно действовать, исходя из своих ценностей. Потому что именно они, ценности будут служить таким, своего рода ориентируемым. для вас. Вот. И вы сможете делать что-то. Вы сможете двигаться куда-то. Вы сможете развиваться. Вот. Не менее важна история целей. Да? То есть, какую цель вы преследуете, допустим, когда чем-то занимаетесь. То есть, если вы, если вы делаете это, например, для какого-то результата, конечного результата, то, конечно, есть риск. Вот. Конечно, есть риск того, что вы не сможете, что у вас цель будет другой, и тут вы сразу чувствуете себя, ну, уязвимой. А это, на самом деле, неприемлемо. Абсолютно. Вот. Потому что нельзя в своей деятельности зависеть от результата. Результат может быть таким, как он есть. еще и по независимым от вас обстоятельствам. Вот. Поэтому я надеюсь, что вы для себя этот вывод тоже сделаете. Вот. То есть, вот, примерно, примерно, такие рекомендации я могу вам дать. Вот. Значит, еще раз повторюсь, очень важно понять, почему вы сомневаетесь в себе. То есть, для человека, для человека неестественно сомневаться в том, что он делает. Для человека это неестественно. То есть, это не ваша истинная, не ваша природная, не ваша настоящая мысль. Если это, если это, если это, это именно мысль. Это интроект. То есть, то, что пришло извне. И то, что было вами использовано и усвоено целиком. И полностью. И полностью. А так быть не должно. Потому что, многие мысли, приходящие извне, человеку, к сожалению, вредят. И вредят, к сожалению, человеку довольно сильно. Вот. Поэтому здесь нужно фильтровать то, что вы получаете из внешнего мира. Скажем так. Вот. Надеюсь, что данный аспект вам так же понятен. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я думаю, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Спасибо.